Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас платиновые испытания Черепашки. Будем добывать особые ингредиенты, чтобы прокачивать Черепашек на максимальную седьмую ступень. И против Черепашек сегодня мы будем играть командами плохих парней. Итак, вот вижу, только негодяи будут участвовать. Ну что же, давайте-ка для первого боя я возьму команду людей. Итак, Север Монстер, Крис Брэдфорд, вот Хан, Зек, Сиранка я его пока оставлю. Он все же очень крутой боец. И давайте-ка я посмотрю, кого бы еще взять вот в команду людей. Ну пусть будет еще и Сиранка вот для компании. Итак, вот такая вот классная команда людей-негодяев. И мы посмотрим, как она справится в этом первом эпизоде. И в первом эпизоде нас встречает роботы Крэнгов плюс гигантский робот Крэнгов. Отлично. Итак, первым наносит удар Хан. Итак, удар с разворота ногой отправляет сразу же на перерождение одного из воинов Крэнгов. Неплохо. Дальше следует удар вот шлемом бумерангом Абдзека, который довольно-таки неплохо справляется с очередным противником. Ну что ж, супер. Итак, Север бьет ногой и опять же выбивает без проблем гигантского робота Крэнгов. Ну что ж, друзья. Итак, первая волна пройдена нашими героями без проблем. А вот сейчас пришло время позаботиться о нашей безопасности. И Крис Брэдфорд пьет гасировку и силивает тем самым наш отряд. Что ж, просто здорово. И, конечно же, пришло время моего любимого героя. Это Сиранка. Он достает пулемет и начинает крутую атаку. Наносит массовый урон. И смотрите, сколько здоровья он снял у черепашек. Ну просто фантастика. Кроме того, Хан налаживает негативные эффекты дебафы на черепашек, уменьшая их защиту. А Зек просто поджаривает вот такой вот электрической бомбой. По-моему, в описании написано, что это световая бомба, да. Но, как по-моему, бьет электричеством, значит электрическая. Итак, черепашки из фильма пройдены. А мы переходим к черепашкам из мультиков. И на сей раз уже Ксевер Монтес налаживает негативный эффект дебаф, уменьшая защиту черепашек из мультика. Ну что ж, отлично. И давайте-ка сразу же я усилю нашу атаку. Вот Крис Брэдфорд разбивает доску. Вот, и теперь негативные герои начнут нанесить побольше повреждений. И первое, давайте-ка я попытаюсь вот атаковать Микки, чтобы он не прокачал уклонение. Очень мощный удар Хана. Вот, выбивает здоровье Микеланджело мультяшного. Ну вот, по сути, уже победа. Осталось только выстрелить из гранатомета. Итак, стиранка стреляет. Взрыв, удар. Раф выбит, но Лео с Донни выживает. Ненадолго. Вот, Лео пытается выбить выстрелом из пальца зэк. Да, это неплохо у него получается. А вот Донни уже добивает Ксевер Монте с ударами ножей. Вот, супер. Ну что ж, друзья, мне кажется, неплохо сработала наша команда людей. Очень здорово сыграли. И мы получаем награду. Награда снаряжения черепашки. Вот такая вот классная маска. Вот, кроме того, вот благодаря телепортикам мы можем попробовать еще добыть это снаряжение. Но пока, видите, как-то неудачно. Что ж, перейдем ко второму эпизоду. А вот для второго эпизода давайте-ка я соберу команду мутантов. Причем мутантов пострашней. Вот, возьмем Рахзара. Возьмем-ка, наверное, Бакстера Муху. Вот, посмотрим. Ну как же без Острозуба и Саблезуба. Хотя, смотрите, Рокстеди с Бибопипами тоже целая куча мутантов. Ну и вот, наверное, давайте-ка я возьму еще Тигриного Когтя. Вот. Ну, Крэнк это инопланетянин. Это не мутант. А вот остальные, по-моему, довольно-таки неплохая команда мутантов у нас собралась. Ну что ж, вперед. Итак, мутанты против черепашек. Ну, по сути, черепашки тоже мутанты. Но все же они положительные герои. Это отрицательные герои-мутанты. Ну, как-то так. Итак, первым делом, давайте пусть Рахзар привлечет внимание к себе. Вот так воет на Луну, оскорбляет и привлекает внимание. А Бакстер Муха пытается забросать одного из роботов гигантских крэнгов, просто плюя в него кислотой. Слабенько, кстати, слабенько. Но, возможно, Саблезуб его закусает. Да, Саблезуб выбивает гигантского робота-крэнгов. А вот сейчас пришло время и тигриного когтя. И он наносит одни из мощнейших ударов в игре. Мечетто добивает, опять же, помощников-крэнгов. Неплохо. Осталось добить последнего гигантского робота. И Острозуб довольно-таки здорово с этим справляется. Ударом плеча выбивая врага на перерождение. Вот, супер. Итак, новые враги. Вторая волна. И это черепашки-ролевики. Вот, кстати, очень классные черепашки. Очень люблю этот состав. И первым делом, конечно же, мы будем выбивать Донни Ролевого. Кроме того, что он здорово подлечивает героя. Может прокачать дополнительную защиту. И применить массовую атаку. Поэтому Саблезуб пытается ударами ног выбить его пока неудачно. Но, тем не менее, вот опять же подключается Бакстер Муха. Бросает кислоту. И Донни Ролевой оглушен и выбит. Вот, неплохо. Пришло время Рокзара. И он атакует Микки Ролевого. Удар когтями сверху. Снимает большую часть жизни. Вот, и Тигриному когтю осталось только его подморозить из своего ледяного бластера. И победить. Вот, Раф падает в ярость. Превращается в индюшку. Но я не думаю, что это ему поможет. Вот, ударом кулака сверху. Астрозуб просто расплющивает его. Что ж, это было круто-здорово. Остался только Лео Ролевой. Наносит удар хвостом Саблезуб. Кстати, что-то получилось слабенько. Вот, досталось Рокзару. Ну, давайте-ка я хотя бы его подлечу. Итак, Бакстер Муха восстанавливает здоровье. А Рокзар пытается метнув когти добить Лео Ролевого. Да, да, отлично. И так удалось его победить. Но с командой ведения я чувствую, что это так просто не пройдет. Вот, и Астрозуб лает, вот, оскорбляет, привлекает внимание. И смотрите, друзья, налаживает на врагов дебафы, негативные эффекты, уменьшая атаку черепашек ведения. И кроме того, у Тигриного Когтя еще осталась массовая атака бластерным пистолетом. Что смотрите, сколько урона он наносит. Вот, неплохо нанес, но как видите, вражеские черепашки выживают. Надеюсь, ненадолго, вот, и мы попытаемся сейчас добить Рафа ведения. Очень мощный удар Саблезуба не сработал. Возможно, Рокзар, да, Рокзар добивает Рафа ведения. Вот, было бы еще добить Лео, но как видите, у Лео уменьшен урон. Вот, не справился Бакстер Муха, а вот Астрозуб добивает, и двое из четырех уже побеждены. Вот, отлично. Ну что ж, добиваем Микеланджело. Вот, Тигрин и Коготь пытаются его зацарапать, как-то неудачно. А вот Саблезуб ударом хвоста уже добивает. Вот, достался только до неведения, но я не думаю, что он уже сумеет что-то сделать. Бакстер Муха его добивает, и мы празднуем победу. Супер, друзья. Ну что ж, победа на три звездочки. Отличный результат, и мы собираем нашу награду. Итак, ДНК, снаряжение черепашки. Вот, вернее, наша добыча, а этот особый знак, снаряжение черепашки, вот, для прокачки на седьмую ступень. Ну, а пока давайте-ка я еще попробую, вот, воспользоваться телепортиками. Вот, неудачно, как видите, ничего интересного не попало, поэтому идем в третий эпизод, в котором будут очень мощные враги. Ну, надеюсь, мы сумеем победить. Ну, и для этого боя, конечно же, мне нужны самые сильные персонажи. Ну, повторяться я не хочу, поэтому давайте-ка возьмем Крэнга классического, возьмем Кроликов, возьмем Бакстера Стокмана. О, это уже мне нравится. И давайте-ка, наверное, я еще возьму Супер Шредера и Шредера Мультяшного. Вот, причем Шредер Мультяшный сможет подлечить, как и Супер Шредер, поэтому, мне кажется, команда неплохая. Вот, кстати, вместо Бакстера Стокмана можно было взять и классического Шредера, но, тем не менее, пусть остается вот такой вот интересный состав. Итак, битву, друзья, давайте-ка сразимся в этой битве. Чувствую, бой будет непростой, но я надеюсь, у нас все получится. Итак, сразу же массовый удар от Кроликов, и Кролики трансформируются в плазменную установку и наносят сокрушительный удар. Вот, выжигая все на своем пути, но, как видите, враг выживает. Враг выживает, надеюсь, ненадолго. И давайте-ка я еще призову ниньс Шредера Мультяшного, и сам он идет в атаку и просто сметает, добивает первую волну. Вот, кстати, было здорово. Переходим ко второй волне, а здесь у нас уже классические черепашки. И сразу же, друзья, не забываем о защите. Супер Шредер активирует свое сердце. Мутаген постепенно исцеляет наш отряд в течение троих ходов, и еще, кроме того, появляется дополнительная защита. Вот, и, кроме того, усилю я атаку благодаря Крэнгу, которого его костюм вынимает из себя и приказывает атаковать. Так, целая куча бафов положительных эффектов, вот, и я не сомневаюсь в нашей побеге. Итак, ударная волна Бакстера Стокмана снимает большую часть жизни. Вот Микки даже, вот, постепенно урон догрызает, а кролики наносят сокрушительный удар. Итак, трансформируется в огромного робота-трансформера. Удар-взрыв, и двое черепашек выбито. Остался Раф классический, надеюсь, ненадолго. Итак, наносит супер, прошу прощения, это не супер, это обычный Шредер. Удар сверху, выбивая Рафа классического. Что ж, это было здорово. Отлично, и мы переходим к третьей финальной волне, вот, в этом испытании. Что ж, друзья, итак, давайте-ка я метну, ну-ка пока, вот, наши костяные кунаи, вот, Супер Шредер, их метает. И смотрите, сколько наносит урона Микеланджело оригинальному. Кроме того, атакует при помощи ядерной бомбы кран классический. И вот так забавно подает, и его костюм изо рта просто шевеляет эту ядреную бомбу. Вот, итак, Микки удалось выбить, остался Раф, Лео и Донни. Ну и вот, скорее всего, это уже будет победа, потому что Бакстер Стокман выпускает Маусеру. Бегут, взрываются, выбивают, вот, двух черепашек, остался только Лео. Ну что ж, против Лео сыграет кролики, трансформируясь в огромное колесо, нанеся сокрушительный удар и отправляя... Нет, друзья, как Лео выжил, друзья, я не знаю, но, как видите, он выживает. Что ж, давайте-ка подкрепим наш отряд, усилим, и так тоже сумеет победить Лео оригинального. И, скорее всего, это будет Супер Шреддер. Вонзая костяны куна из земли, шипами из-под земли он добивает, и мы празднуем победу. Ну что ж, очень необычное видео. Сегодня мы играли не за черепашек, а против их командами злодеев. Вот такое вот забавное получилось видео. Удалось нам взять еще на награду снаряжение черепашки для прокачки героя на седьмую ступень. И, ну и вот, друзья, давайте-ка я еще попробую воспользоваться телепортиками. И так, неудачно, а если вот здесь, и здесь тоже неудачно. Ну что ж, как-то вот так. Вот. Ну что ж, друзья, супер. Сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.